Они выходят на сцену уверенно, словно делают это каждый день. И платья 17 века носят так, как будто это самая привычная одежда. Для художника Юрия Намесникова подобные постановки – профессиональный вызов. Это не музейные костюмы, это не нафталин, это, безусловно, стилизация для сегодняшнего дня. И, ну, так немножко красоты для зрителя, который по ней иногда скучает. И я рад, что есть такие спектакли, когда можно просто делать красиво. Поверьте, мысль о недостатках целительнее, чем всякие зла. Лопе де Вега – один из самых любимых писателей и художественного руководителя курса. Во-первых, потому что все пьесы в стихах, актеры должны уметь произносить рифмованные тексты, как прозу. Во-вторых, Александр Галко просто любит ту эпоху плаща и шпаги. Там кураж другой, там любовь, я же говорю, там беготня, там измены, там ревность. Вся жизнь? Вся жизнь. А больше мне лично ставить про что-то другое неинтересно. «Собака на сене» только формально дебют. Первый дипломный спектакль. На самом деле у ребят уже есть и опыт, и свой зритель. Александр Галко на похвалу обычно скуп. Мастер считает, что чем больше он ругает своих учеников, тем чаще их будут хвалить потом другие. Но сейчас тут редкий случай, когда ребята услышали от своего педагога заслуженные молодцы. Анна Главчинская, Алексей Чудин. Новости Телеобъектив. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...